Поговорим о коммунизме. Коммунизм как религия. Или там форма идола поклонства. Такая тема. Начну с такого случая. Недавно разговаривал с одной молодой женщиной. Разговор был о Боге. О том, что мир сотворен Богом. Но она стояла на позиции, что все произошло от большого взрыва, от эволюции. Ну, как привержение с теорией эволюции. Ну, и так мы дискутировали. Каждый остался при своем мнении. Но потом, когда я анализировал наш разговор, вот почему-то какие-то фразы мне до боли знакомые стали. Думаю, где-то я их вот слышал. Что-то такое знакомое. Что же это такое? И я так шел, вспоминал, вспоминал. Думаю, ну где же я слышал? Ну, и вдруг я вспомнил ПЕД-институт. Я пришел домой, достал мой диплом. Открыл. Тут есть такая вот выписка. Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей. И первые предметы, которые я сдавал в институте, это была история КПСС, диалектический материализм, исторический материализм, поделит экономия, научный атеизм. И я вдруг понял, что она мне, со мной разговаривала фразами диалектического материализма и научного атеизма. То есть человек, который родился уже, когда не было союза, которая никогда не... Самое интересное, она против коммунизма. Она против коммунизма вообще. Но в вопросе творения она придерживается и говорит фразами научного атеизма. Как такое может быть? И я думаю, что это просто наследственные вещи. А вот родители у ней, они такие вот... Ностальгия о Советском Союзе, коммунизм, комсомол, вот это у них такое. Она, будучи против, кто стоит на позиции научного атеизма. И фразами говорит, но она не училась, она не учила этому, она в институте не учила научный атеизм. Дело в том, что основа коммунистического учения, как краеугольный камень, это научный атеизм. Что такое научный атеизм? Это отрицание Бога, что нет Бога. И вот отрицание, когда человек говорит, что Бога нет, то это можно принять только верой. Дело в том, что... Ну, он называется научный атеизм. Но как бы науки там очень мало. Потому что наука основана на фактах. И если, например, вот мы возьмем... Вот представьте, мобилка, да? И представим себе, что это вообще знание всего. Вот всего, что мы знаем... Вообще, не, всего, что существует в мире. Все галактики, все планеты, вся вселенная. Все, все, все. Представьте, вот это все. Вот оно находится вот в этом объеме, да? И сколько мы из этого знаем? Мы знаем точечку. То есть, мы намного больше не знаем, чем знаем. И если человек говорит, что нет Бога, он может это сказать только, если он знает все. Но на самом деле, когда он говорит, что нет Бога, он себя делает Богом. Потому что человек не знает всего. Поэтому нельзя утвердительно сказать, что нет Бога, когда ты не знаешь всего. Вот если бы все знал, тогда можно. Тогда это наука, да? Вот во всех вселенных побывали, на всех планетах, все нормально, Бога нет. Сделали заключение, но мы можем принять отсутствие Бога только верой. Поэтому коммунизм это вера. Просто вера в то, что нет Бога. И вот основная доктрина коммунизма это атеизм. Вторая доктрина это эволюция. Но интересная вещь. Чарльз Дарвин, который вывел эту теорию эволюции, у него много таких выражений. Возможно, может быть. И до сих пор теория эволюции, она не может объяснить некоторых фактов. Например, как может превратиться неживая материя в живую. Ну и так далее. То есть много таких есть вещей дискуссионных. Ну, как бы, возможно. Вот под вопросом может быть. Вот ученые думают, что так. А может и не так. Понимаете? И, но в коммунизме теория эволюции, она утверждается как догма. То есть, если Дарвин говорит возможно, то коммунисты говорят, так и было. Да, так есть. Человек произошел от обезьяны. То есть, там конкретные утвержденные догмы. Поэтому Дарвинизм и теория эволюции в коммунизме, они отличаются. Потом, следующая доктрина, это превосходство государства. То есть, это главное государство. Фантастика о том, что человек может на земле сам построить царство божье. Ну, коммунизм это как царство божье. То есть, каждому по потребностям, от каждого по способностям. Ну, то есть, я работаю как хочу и беру все, что хочу. Ну, это фантастика. Мы сегодня понимаем, что это нереально. И, знаете, как коммунизм заканчивается там, когда человек что-то получается. Но его становится его личное. И вот там он заканчивается уже все. И как каждая религия, коммунизм имеет своих богов. Государства, государственные деятели, вожди, коммунистическая партия, которым поклоняются. Слышали, да, выражение? Слава КПСС. Бог говорит, никому славы своей не отдам. То есть, вся слава принадлежит Богу. Но когда говорят, слава КПСС, там, слава Ленину, или там выражение, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жив. Ну, то есть, это религия вообще. То есть, это вера в то, чего не существует. Вера в то, что придумано. Ну, и в первую очередь, вера в творение. Что творение, человек сумеет создать рай на земле. Ну, вот это признак того, что коммунизм это религия. В песне, например, очень много песен восхваления, партии. То есть, на высоком уровне было поставлено прославление. То есть, это показывает о том, что коммунизм это такая религиозная система, идолопоклонческая, безбожная, которая противится Богу. И как в любой религии, в коммунизме есть священники. Раньше это были парторги, комсорги, вожатые, всевозможные. В армии это замполиты, комиссары. То есть, везде они были. Это был отдельный, как бы, класс, который был освобожден от работы. Это он занимался только духовным воспитанием, проповедью. То есть, это вот освобожденные священники. Потом свои храмы. Вот, например, ленинские комнаты. Они были везде. В школах, бюсты, памятники Ленина. Везде. Ну, такая, а, еще забыл сказать, такая не святая троица. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин. Вот. Их портреты были везде. Ну, потом уже иконостас увеличивался, и к ним присоединились там первые секретари компартии, там, ну, главные такие, политбюро. На всех демонстрациях их носили портреты. Ну, и везде, вот, в школах, ленинские комнаты. Ты заходишь туда, все красное. Ну, как такая комнатка для молитвы. Потом, если ты, например, приверженец коммунизма, ты должен платить взносы. И целая иерархия посвящения. То есть, все начиналось вообще с детского садика. Даже уже в детском садике учили о Ленине. Какой добрый Ленин. Его портрет был в садиках. Когда ребенок шел в школу, он должен был стать октябренком, октябрята. Если ты хорошо себя ведешь, если ты хочешь идти дальше. Ну, в основном все шли, потому что те, что не хотели. Вообще, вот, как бы, при коммунизме нельзя было сказать такую вещь. Ну, я не верю в коммунизм. Я не верю, что что-то мы построим. Я вообще верю в Бога. Была нетерпимость к инакомыслию. И если ты думаешь по-другому, все, у тебя будут проблемы. Ну, ты, ты как еретик нашей религии. Поэтому, вплоть до физического уничтожения. То есть, если ты там никак не подчиняешься, поэтому коммунизм, он характерен такими кровавыми жертвами. Очень много. И вот, когда, например, человек, ребенок становился пионером, здесь уже, ну, особые ритуалы, особые ритуалы посвящения. Кстати, они очень похожи на масонские. Разные ступени вот эти посвящения. И ты становился пионером и давал клятву. То есть, тут уже клятва. Галстук, значок. И если ты был хорошим пионером, и по возрасту уже вырастал, ты становился комсомольцем. Это уже еще более посвященный человек, который воспитывался в духе коммунистической партии. И потом, следующий этап, это коммунист. Тут еще серьезнее. Уже более, более посвященно. И коммунисты уже начинали платить членские взносы. Но еще комсомольцы начинали, и коммунисты продолжали платить членские взносы. То есть, какую-то часть своих финансов уже ты жертвовал на это дело. И еще такой момент. Есть люди, которые говорят, ну я как бы не сильно, я там против коммунизма, я против Сталина, этих репрессий, против. Но вот Советский Союз вообще-то было неплохо. Дружно жили. колбаса дешевая. Ну, в общем, как бы, ну простите, Советский Союз был построен на основании доктрины, это была как бы переходящая ступень к тому, к чему следовали коммунистическому государству. В начале социализм, потом коммунизм. То есть, Советский Союз был построен на вот всех вот этих доктринах, на всем этом поклонении. То есть, это результат вот этих верований, этого поклонения коммунизму. и если нам нравится Советский Союз, ну, ну, как бы, если христианам особенно нравится ностальгия, как было хорошо в Советском Союзе, я думаю, что тут нужно очень серьезно, как бы, задуматься. Дело в том, что, вот мы когда, там, приходим к Богу, да, мы привыкли, там, мыкаемся в оккультизме, там, сатанизме, ну, всяких оккультных делах, там, в гаданиях. Ну, а, например, то, что мы были комсомольцами, коммунистами, как-то мало у кого-то там возникает вопрос, что, вообще-то, надо в этом покаяться. Что это грех, вообще-то. Это против Бога. То есть, это вся доктрина, которая основана на на том, что, на отрицании Бога, на отрицании его Божьего Слова, его законов. Я думаю, что надо очень, как бы, серьезно задуматься. Если у нас есть какая-то, вот, ностальгическое воспоминание о коммунизме, как бы, ну, о Советском Союзе, как было хорошо, это говорит о том, это признак о том, что внутри нас все еще живет, ну, у нас, как бы, внутри нас есть нераскаянный грех в отношении коммунизма, этой лжерелигии. Вот. Вот это самый, как бы, главный вопрос, самый главный вывод. Благодарю за внимание.